Год не размещаться, 8 недель разместиться, там, получить результат, да, вот, либо вообще лучше круглогодично, да, вот, ну, вот, много денег, много возможностей, там, любой ценой разместим рекламу на ТВ, круглый год, у нас, типа, сезонность, да, там, летом, допустим, только, или осенью, вот, зимой его не помнят, а летом его, там, импации, там, знают 80%, ну, нам не нужно верить, понимаете, то есть, мы просто знаем, как это работает, как размещаться, круглый год лучше размещаться, или, вот, флайтово, да, то есть, как я предлагаю, там, год не размещаться, 8 недель разместиться, там, получить результат, ну, до 80% все это работает, да, вот, либо вообще лучше круглогодично, да, вот, ну, вот, много денег, много возможностей, как лучше, ну, там, много амбиций, то есть, там, любой ценой разместим рекламу на ТВ, круглый год, да, вы, давайте посмотрим, как лучше, так, вот, смотрите, вот, план, по достижению 80% узнаваемости, да, то есть, ну, вот, флайтово, то есть, смотрите, мы, допустим, вот, размещаем, там, 8 недель 1200 TRP, да, гарантированно, там, плюс 9% с нуля, да, то есть, ну, тут плюс 8 и 9% к начальным 0%, потом мы 52 недели ждем, ровно год, да, не меньше прям, вот, и потом размещаемся, ну, уже, вот, там, в следующем году, уже чуть попозже, в марте, вот, еще получаем плюс 18%, гарантированно, плюс 9%, дальше 52 недели, уже в третий год еще размещаемся, уже у нас 27%, соответственно, вот, вот, ну, и так дальше, четвертый год, пятый год, шестой год, седьмой, здесь у нас, получается, уже выпадает, там, на декабрь-январь, да, вот, здесь у нас, смотрите, получается, мы год не размещаемся, да, но у нас год выпадает, вот, 52 недели на восьмом году, то есть, она у нас, скорее всего, не снизится, да, и, ну, оставим, просто останется такой же, вот, то есть, и на девятый год уже, там еще 9%, уже будет 71%, и на десятый год мы получаем, вот, заветные 80% узнаваемости, вот, то есть, дальше мы уже, так, в следующий год мы уже, там, плюс 9% не получим, ну, короче, за 10 лет 80% узнаваемости имеем, вы скажете, ну, вот, а у нас, типа, сезонность, да, там, летом, допустим, только, или осенью, вот, там нужно только летом или осенью размещаться, да, друзья, но здесь это, понимаете, эта реклама, она по-другому работает, она, как бы, ну, не перформанс, то есть, ну, вот, прям, сейчас возьми и купи, да, то есть, это, это бренд, то есть, ну, это, тут суть в том, что построить его узнаваемость, то есть, ну, как бы, не бывает такого, что, там, зимой его не помнят, а летом его, там, бац, и, там, знают 80%, да, то есть, это нужно, ну, просто накопить, вот, эту узнаваемость, то есть, неважно, ну, когда вы ее формируете, там, в какой период, в принципе, то есть, ну, и по такой же логике, то есть, можно и круглый год тоже размещать, то есть, тоже, ну, неважно, там, ну, вы просто, вы, ну, строите знания, накапливаете. То же самое, смотрите, с пенетрацией и лояльностью мы делаем, то есть, вот, узнаваемость этого, то, что было на предыдущем слайде, как мы растем, то есть, размещаем, там, 1200 ТРП в год, на 8-й год у нас 0, да, получаем, вот, на 10-й год 80% узнаваемости, ну, у нас корреляция, как вы помните, высокая, узнаваемости с ТРП, вот, и, соответственно, то же самое по пенетрации и лояльности, то есть, 35% пенетрации мы достигаем на 11-й год, вот, и 10% лояльности, соответственно, на 10-й год, ну, вот, по такому же методу, флайтовому, да, вот, как с узнаваемостью мы сейчас видели, вот, но пенетрация и лояльность, там, как мы видели, там, корреляция слабее, чем с узнаваемостью, то есть, она средняя, там, 0,4 округленная с пенетрацией, и с лояльностью корреляция слабая 0,2, то есть, ну, там, 0,24 было, вот, то есть, если округлить 0,2, то есть, это тоже нужно учитывать, да, то, что, ну, вот, эти прогнозы о пенетрации и лояльности, они вот здесь, там, не такие гарантированные, да, вот, как сознаваемости, вот, и, соответственно, это было флайтово, а сейчас мы рассчитаем, как будет расти узнаваемость, если мы будем размещаться вообще постоянно, короче, что мы делаем для этого, мы, в общем, ищем кейсы, ну, даже можете сами все это повторить, там, эти, да, кейсы все найти, где, вот, размещение было более 2 400 TRP в год, ну, то есть, нету, два раза больше, чем 1200, да, там размазано по всему году, то есть, там, может быть, в один квартал, там, ну, там, 4 квартала по 600 TRP, да, например, или, там, в один квартал, там, может быть, там, 1000, а в другой, там, 2000, а там, в остальные два квартала, там, по 0 TRP, допустим, то есть, ну, вот, мы смотрим, ищем вот такие кейсы, вот, более 2400 TRP в год, и, соответственно, мы рассчитываем, как это будет расти, то есть, мы такую вот модель строим, да, то есть, ну, там, мы, вот, рассчитываем, что в среднем, да, средний годовой прирост, там, до 5%, то есть, он, там, 17% составляет в среднем, да, то есть, мы, вот, все это прям по кейсу, ну, вот, тоже смотрим по всем, вот, соответственно, ну, и так до 100%, то есть, там, до 80% мы, там, растем по 7%, ну, вот, в среднем, да, вот, те данные, которые у нас есть за, вот, там, период, там, в 11 лет, да, то есть, мы, вот, ну, а по ним, вот, в среднем видим, что, вот, ну, вот, прирост, вот, именно таких кейсов, более 2400 TRP в год, это, там, в среднем 7%, вот, и до 100%, там, 4% в среднем, ну, то есть, вообще, вот, по всему-всему, да, то есть, ну, вот, по всем кейсам, там, там, рост 4% в среднем в год, там, если они размещаются более 2400 TRP, ну, то есть, здесь не, в этом графике не до 80%, а вообще все до 100%, вот, и, соответственно, если, вот, мы берем, то есть, первый год, там, плюс 16, 6%, да, второй год у нас, то есть, уже, ну, вот, у нас 17%, то есть, мы смотрим до 20%, значит, еще 14,7%, да, и так дальше, там, вот, на 8-й год, то есть, мы прорастаем, там, у нас был 74%, то есть, это до 75%, да, там, плюс 6,9%, и вот, у нас на 8-й год получается 81% узнаваемости, то есть, мы дошли до 80% узнаваемости, размещаясь, вот, от более 2400 TRP в год, да, не важно как, то есть, там, в один квартал, или, там, в четыре квартала, там, по, там, 600 с чем-то TRP, да, то есть, мы дошли быстрее, за 8 лет, вот, то есть, против 10 лет флайтового размещения, вот, то есть, да, 8 лет вес 10 лет флайтового, то есть, 8 лет постоянного размещения, более 2400 TRP в год, versus 10 лет флайтового, вот, то же самое с пенетрацией, до 35% пенетрации, мы доходим, по, по такому же методу, как с узнаваемостью, мы доходим на 14-й год, ну, то есть, против 11 лет флайтового, то есть, получается, медленнее, да, но у нас, там, и, вот, с пенетрацией, да, во флайтовом сценарии, да, у нас, и, там, корреляции ниже, да, поэтому, ну, здесь, вот, то есть, вот, этот моделинг, вот, более точный, то есть, если мы размещаемся постоянно, да, мы, вот, эти 35% доходим до них на 14-й год. Да, то есть, ну, 11 лет флайтового, то есть, это там было, ну, не, не очень достоверно, то есть, там, средняя корреляция была по пенетрациям, с пенетрацией, вот, и, соответственно, лояльность, то же самое, по такому же принципу, доходим за 15 лет, до 10%, то есть, против, вот, там, у нас было 10 лет флайтового, там, вообще, была во флайтовом сценарии слабая корреляция, там, 0,2, ну, 0,24, вот, то есть, по такому сценарию, вот, то есть, здесь у нас пенетрация, здесь у нас лояльность. Таким образом, какие выводы делаем, что, если мы размещаемся постоянно, там не 1200 DRP в год, да, там, 8 недель концентрировано, вот, то есть, ну, вот, да, флайт, то есть, ну, вот, которые, вот, гарантированные, да, то есть, это 8 недель, то есть, получается, мы размещаем 1200 DRP, да, там, до этого не размещаясь год, получаем, там, плюс 9% узнаваемости гарантированно, да, то есть, и так мы доходим, соответственно, до 10 лет, то есть, до 80% узнаваемости за 10 лет, да, Но если мы размещаемся постоянно, ну вот там вот, размещаем, то есть мы 1200 умножаем там на 2 минимум, да, у нас там от 2400 TRP в год получается, и размазываем в течение года. Вот, ну либо там также там, в принципе, там первые 8 недель, там какие-то 8 недель, да, там даем эти 2400 TRP, но это сложнее, то есть там за 8 недель там 2400 TRP, то есть лучше, ну то есть мы размазываем там погоду 2400, в таком случае мы доходим за 8 лет до 80% основаемости. Ну то есть у нас получается 8 лет постоянного размещения, либо 10 лет флайтового, чтобы получить результат 80% узнаваемости, то есть 8 лет вес там 10 лет по 8 недель, вот. То есть, вот и кстати здесь, почему вот еще важно, что, ну вот я не гарантирую, ну вот там не занимаясь шапка закидательством, да, на счет 10% вместо 9, вот здесь это важно, потому что, чтобы, ну вот не было установки, да, что, ну вот если вы думаете, что 10% за год, да, то есть вы примерно планируете, что прикидываете, да, что значит до 80% можно за 8 лет дойти флайтового. Ну то есть если каждый год там по 10%, ну там плюс-минус, да, то есть нет, вот здесь это важно, что вот именно так мы не дойдем за 8 лет, по 10% набирая там до 80%. То есть за 8 лет мы так дойдем, если только будем размещаться там постоянно, круглогодично, там 2400 рп в год. Вот, а так если флайтового, то мы прирастаем по 9% в год. То есть, ну вот по модели. Да, и кстати, что, ну вот, почему статистический маркетинг, да, ну вот, и да, с 9-го года, то есть выгоднее размещаться только флайтового, да, с точки зрения, ну влияния на покупку, как разу так и часто. Не, ну и в принципе, да, вообще, то есть здесь, конечно, ну вот эти выводы, да, то, что, ну вот, разовая покупка там лучше, то есть быстрее флайтового, чем нон-стоп, да, и там лояльность за там 10 лет флайтового против 15 лет нон-стоп. То есть, это, ну вот, поскольку здесь корреляция ниже, да, ну вот, у пенетрации и лояльности с рекламой, то, соответственно, ну вот эти выводы, они как бы, ну не очень верны. То есть, ну вот, учитывая то, что корреляция у них слабее у этих параметров, да, соответственно, в любом случае с 9-го года, то есть лучше размещаться флайтового. Ну вот, как здесь и написано, по сути, то есть здесь просто, ну, чуть, ну, по-другому объясняется, но суть та же. То есть, если размещаться постоянно, да, вот, если, то есть, ну вот, много денег, много амбиций, да, там, много мотивации, да, то, ну вот только в первые 8 лет, то есть доходите до 80%, все, дальше нет смысла там переплачивать, там можно размещаться только флайтового, чтобы поддерживать там этот уровень. Получается так. Да, ну и почему статистический маркетинг, да, потому что, ну, нам не нужно верить, понимаете, то есть, ну, вообще статистический маркетинг, да, это означает то, что у нас достаточно кейсов, то есть, ну, там, не там не 2-3 кейса, да, а реально, ну, вот их там, минимум 50, да, то есть, и мы на них можем опираться, то есть, даже, ну, получается, не статистический маркетинг, да, правильно сказать, а предиктивный маркетинг, то есть, ну, мы вот, как бы, на основании, да, прошлых кейсов, да, то есть, мы можем предсказать, что будет в будущем, да, вот, в общем смысл, да, вот, этого понятия статистический маркетинг, да, то есть, нам не нужно верить, да, мы, мы знаем, мы просто знаем, как это работает. Субтитры сделал DimaTorzok